Господи Иисусе Христе Сыне Божий, помилуй меня грешным. Аминь. Озвучиваем Потеряевские беседы 90-х годов. Солнце. У нас в лагере станет такой порядок, что встаем и всегда так, чтобы восход солнца дети могли видеть и прославить Творца за такой чудный дар. Его как солнце. Дар его как солнце. Встаем в 5 утра и потом, когда день заметно уменьшается, попозже. До восхода солнца должны сходить в туалет, потом за водой к озеру, где наш лаверный колодец, и гимнастику сделать. И уже на молитве нас восход солнца застанет. Дети видят зарю и первые лучи из-за горизонта. Мне просчастливилось видеть восход солнца в море. Там ничто не мешает солнцу, оно как бы из воды поднимается. Многие не видели никогда восхода солнца, но есть еще и духовное солнце, и сам Господь называется солнцем. Заметьте, что есть люди, которые регулярно не приходят на наши воскресные занятия. И как теперь уже доказано на деле, главная у них причина в том, что они зазирают занятия вообще. Знания. Знания вообще. И не учатся нигде и ничему. Все у них плоское и неумное. Такое же будет и в детях. Сколько ты со свиньями не возись, но умирать-то придется. И жил, а в этой жизни ничего ты не видал. Пробегал с дробленкой, и вот все кончилось. Дробленка, это пшеницу машина, дроби, чтобы свиньям скормить можно было. Как батюшка говорит, каждый свою свинью целует. У нас в Барнауле идут занятия два раза в неделю в университете по два часа. И всегда удивляюсь, что люди после работы даже с другого конца и из другого города успевают на занятия приехать. И при том старые и немощные. Любовь. Начало в шесть часов вечера и в восемь заканчиваем. И пока еще до дома доберутся они, говорю им, как же вы не забываете, что сегодня занятия. Да что вы, мы всю неделю только и считаем дни, когда будут занятия. Мы все лето ждем, когда осень придет, потому что без занятий жизнь скучная и монотонная. Видишь, как жажда в людях. И вот у нас сейчас лежит, она болеет, Александра Чернявская. У ней муж, инвалид отечественной войны, Иван Семенович был. И они по соседству со Зверевой Маргаритой. И она вижу, говорит, Маргарита, собираются они два раза в неделю, говорит, и уходят рано. Куда они уходят? Говорит, неудобно спросить-то. А потом я спросил, а куда вы идете-то? Да куда? Там занятия идут, Библию. Да какую-то секту, наверное, нашли. Какую секту? Православная. Ну, их тоже там ведет. А я, говорит, говорю им, вот я по радио слышал, выступает один. Вот это да. А как фамилия? Да Лапкин. Так мы к нему идем. Да что ж, вы молчали-то. А я сколько времени по радио не встала, никто не знает, где он живет. Я жить не могу. Вот от Маргариты, которая сейчас заболела. Вот какие отзывы были. Да что ты, как партизанка молчала, Александра Ивановна-то. Ну, и тогда она стала ходить с подругой своей. Ну, все написано в 15 томе. 74 свидетельства, как пришли. Дальше. У вас же здесь потерявки. Они идут всего лишь раз в неделю. И никуда не надо ехать. Все рядом. И зимой. Притом, занятий у вас вообще никаких опять не будет. Кто не учится духовному, эти люди сами по себе неинтересны и для других. Человек интересен занять знаниями, интеллектом своим. На красиво приятно смотреть, а с хорошим приятно жить. Кто помнит, что Земля несется в космосе со скоростью пули. Около 9 километров в секунду. И это во тьме космически необъятный. И что все наши передвижки здесь, на Земле... Что они означают, все наши передвижки-то? Смешно и глупо. Как куда-то несется, солнце называется величайшим чудом Матфеем. Царица Южная восстанет на суд с родом всем и осудит его. Ибо она приходила от пределов земли послушать мудрости Соломоновой. И вот здесь больше Соломона перешагнула пустыню, пренебрегла нежностью своей и слабостью женской природы. Можно предположить, что ее скорописцы записали много из мудрости Соломона, царя, который параллельпоминал. Но я не верила словам о них, доколе не пришла и не увидела глазами своими. И вот, мне и в половину не сказано о множестве мудрости твоей. Ты превосходишь молву, какую я слыхала. Задавала вопросы о страусах и о зайцах, о звездах и о дожде, об управлении и подавлении пучей. Все ему было известно. А нам бы лишь молебны править, а ему нужно было и о солнце сказать. О восходе и о... Знать. Знать. О восходе и о закате. Василий Великий в Шестодневе касается таких вопросов, что и сегодня можно многому поучиться из этой книги о мудрости устройства всего, что Бог сотворил шесть дней. Кто может сказать, почему у женщины борода не растет? Или почему брови длинными не растут? Позади у этих учителей церкви были лучшие университеты и лучшие ораторы того времени, как Ливаний от Матфея. Он же сказал им, поэтому всякий книжник, наученный Царству Небесному, подобен хозяину, который выносит из сокровищницы свои новое и старое. Спроси любого из вас сегодня о солнце. И что мы можем сказать? Солнце, оно и есть солнце. Грядки мне обогревают, свиньи и ребятишки накормлены. Ночи его нет. Вот и все знания наши о солнце. В России был свой Соломон Ломоносов и проник умом даже на Венеру, если там атмосферу, узнал. Когда люди смотрели на северное сияние, то дивились и говорили, к войне, наверное, такое явление на небе. А Михаил рассмотрел и рассказал, что вовсе даже не к войне. А солнце упоминается сразу же при начале творения Божия. И в конце мира оно же упоминается. И создал Бог два светила великие. Светила большее для управления днем, и светила меньшее для управления ночью, и звезды. Солом 135. Сотворил светила великие, ибо вовек милость его. Откровение. И город не имеет нужды ни в солнце, ни в луне для освящения своего, ибо слава Божия осветила его, и светильник его агнец. Тебя Бог поставил с солнцем в твоем доме, чтобы ты освящал его, и для других был примером доброты и света. Ты глава семьи, и жена, как луна, берет свет от тебя, как луна от солнца. Бытие. И видел он еще другой сон, и рассказал его отцу своему и братьям своим, говоря, вот, я видел еще сон. Вот солнце, и луна, и одиннадцать звезд поклоняются мне. Да и оси выглядел. Оси. Солнце настолько прекрасно, что его легко боготворили язычники второзакония. И пойдет и станет служить иным богам, и поклонится им или солнцу, или луне, или всему войнству небесному, чего я не повелел. Четвертое царство. И отставил жрецов, которых поставили цари иудейские, чтобы совершать курение на высотах, городах иудейских и окрестностях Иерусалима. И которые кодили ваалу, солнце и луне, и созвездиям, и всему войнству небесному. Иов. Смотря на солнце, как оно сияет, и на луну, как оно величественно шествует. Это слово солнце встречается в Библии ровно двести раз. Есть религия огнепоклонников, зороастризм. В Египте был такой бог Ра, бог солнца. Так Тур Хейердал, ученый, исследователь и путешественник, назвал свое детище последнюю пирогу, когда Полинезию проплыл на ней по океану. Египтяне считали, что солнце садится за горизонт и там садится в лодку, переплывает и с другой стороны выплывает. У северных народов считалось, что дракон проглотил солнце. А отсутствие солнца, это добрый герой бьется, разрубает чудовище и вызволяет этот круг, огненный на волю, и оно по небу теперь шествует. Солнце и друга может быть и злейшим врагом, когда все испепеляет, Серахов. Распаляет горн для работ плавильных, но второе... Но втрое! Но втрое сильнее солнце, полит горы, дыша пламенем огня и блестая лучами, оно ослепляет глаза. С солнцем был связан и уголовный закон. Если кто-то полез в твой свинарник, но солнце еще не взошло, а воришка с разъезда застрял в фоткопе, и ты его дрыном шабаркнул по хребту, а он и умер, то ты виновен не будешь. Да. Исход. Если кто застанет вора, подкапывающего, и ударит его так, что он умрет, то кровь не вменится ему. Но если взошло над ним солнце, то вменится ему кровь. Вменится. Вменится ему кровь. Укравший должен заплатить. А если нечем, то пусть продаст его для уплаты за украденное им. С солнцем связано и действие нечистой силы, как с криком петуха. Так в житиях говорится и в сказках. Ночь содействует ворам. Их. С рассветом встает убийца, померчляют бедного и нищего, а ночью бывают ворам. Видишь, как я вам сказал, я сразу подтверждаю. Некоторые любят долго сидеть и поздно встают. И этим оправдывают свое лежание утром. Это воровской режим жизни. Так жил Сталин. Бандит кремлевский. Пахан союзного значения. Все воры шалятся по ночам. А праведный человек встает рано. Псалом 56. Воспрянь, слава моя, воспрянь, псалтири гусли, я встану рано. Солнечный свет давал и льготу бедному. Сейчас в залог дают паспорт. А тогда отдавали одежду. Это разоконие. В тот же день отдай плату его, чтобы солнце не зашло прежде того, ибо он беден, и ждет ее душа его, чтобы он не возопил на тебя Господу и не было на тебе греха. Никто не должен брать в залог верхнего и нижнего жерного, ибо таковой берет в залог душу. При Иисусе Навине нужна была победа, так как не успели поправиться с врагами. И было чудо, что день продлился, Иисус Навин, и остановило солнце, и луна стояла, доколе народ мстил врагам своим. Не это ли написано в книге праведного? Стояло солнце среди неба и не спешило к западу почти целый день. Это чудо повторилось в житии Патермуфия и Виссариона. Солом 83. Ибо Господь Бог есть солнце и щит. Господь дает благодать и славу. Ходящих в непорочность он не лишает благ. Им надо было дойти до места, а уже бей. И они говорят, господи, продли день. Им солнце остановилось и стояло, а им еще идти как до корчи. На даши тогда солнце упало. Малахи, а для вас, благоговейшее пред именем моим, взойдет солнце правды, и исцеление в лучах его, и вы выйдете и взыграете, как тельцы упитанные. Солнце выбрасывает протуберанцы. Это всплески огня. Как со сковородки у хозяйки расплавленное масло. Давид находил, что солнце явление постоянное. Солом 88. Семя его пребудет вечно, и пристоль его, как солнце, предо мною. Хвалите его солнце и луна. Хвалите его все звезды света. Глядя на солнце, люди определяли время. Солнце для управления днем, ибо вовек милость его. Мы смотрели на собственную тень и шагали по ней, и шагами мерили. И если тень уже шесть шагов, начинаешь домой подвигать. Так нас отец тихо научил. И коровы потихоньку идут. Она грузное вымя тащит. А сейчас гонят ее чуть не махом. У нее молоко в глотке стоит, а не то, чтобы тебе его отдать с радостью. Она целое ведро между ног несет, бьет его ногами. Разве ты не видишь, что ей это тяжело? Пощади же ее, горе-пастух. К солнцу и к луне обращение, чтобы они, как живые, хвалили Бога. Как же он нас хорошо сделал, что от нас столько пользы люди на земле. Словом 148. Хвалите его солнце и луна, хвалите его все звезды света. Я не знаю, здесь будет или нет, но сразу скажу. Вот сколько, какая температура. 6000 градусов снаружи. А сколько тепла. Никогда не додумаешься. Вот возьми полное ведро льда и растопи его. Сколько тебе надо на плитке лежать. А это за одну секунду с поверхности солнца столько жары идет. Хватит-хватит растопить слой толщиной в один километр вокруг всего земного шара. Вот теперь и думаешь, что это такое. Это за одну секунду от солнца отрывается и горит, и не сгорает. Когда считаешь, думаешь, неправда. Ну, а в ядре солнца 15 миллионов градусов, насколько я знаю. Да, Бог его знает. Раньше была поговорка, что при солнышке тепло, а при матери добро. Сейчас и эта поговорка утратила свое значение, ибо матери бросают детей прямо в роддомах. Чтобы понять, сколько с поверхности солнца уходит тепла, запомните такую цифру. Вот она, она идет, да. В одну секунду с поверхности солнца отрывается столько тепла, которого бы хватило растопить лед толщиной в один километр вокруг всего земного шара. Я не считал, да, я думал, что может быть не будет. Ты попробуй всего лишь одно ведро льда растопить дома и увидишь, что это такое. Нам поступает только одна капелька тепла этого через 125 миллионов километров. Чтобы это нагляднее вообразить, раздержите костер и отойдите от него на 100 метров против ветра. И чтобы только от одного излучения вас там припекло. Даже на 10 метров, если ветер от вас дует, оно вас не согреет. Только через световую энергию обогреваются наши пустыни, Сахары и прочие места, и океаны, и гольфстримы. Есть сравнение церкви с солнцем. Песни. Кто это, блистающая, как заря, прекрасная, как луна, светлая, как солнце, грозная, как полки со знаменами? Конечно, полки. А полки, а так и кишка лежит, стоит. По всему ночь будет вам вместо видения, и тьма вместо предвещаний. Взойдет солнце над пророками, и потемнеет день над ними. Закатится солнце ума и пророчеств. Столько было на парторгов, и 18 миллионов коммунистов, и все они обольщены были людоедским учением ленинизма. Что, поверили? Поверили. Что в 1982 году будет построен коммунизм. Трубили об этом с 1962 года. Сдохла эта юлюдоедская власть лжи и террора. И люди погрузились в дикую нищету, пошли по помойкам. Так Бог посмеялся над лжепророчеством КПСС. Когда я вел занятия во многих школах и учреждениях, то мне задавали вопрос о Красноярской ГРЭС, гидролектостанции. Что 10 лет назад она должна была обрушиться по лжепророчеству Ванги-Ведьмы. Я же говорил всем, что ничего этого не будет, и никому этого и знать не нужно. Кто, в кавычках, пророчество, ничего не даст для спасения. Они все во тьме бродят. Нужно знать, что же полезно мне для спасения. Не надо гадать. Солнце над нами закатилось. Над ними закатилось. Они все во тьме. Матфея. Тогда праведники воссияют, как солнце в царстве Отца их. Кто имеет уши, слышит, да слышит. К этому нужно стремиться. В день своего обрображения Господь наш Христос Иисус просиял необычным светом, показав, какой Он на самом деле, от Матфея. И преобразился перед ними, и просияло лицо Его, как солнце. Одежды же Его сделались белыми, как свет. В этом великем светиле есть и предназнаменования некие. А какие Бог откроет после, от Луки. И будут знамения в солнце, и луне, и звездах, и на земле уныния народов и недоумения. И море вас шумит, и возмутится. Бог сравнивает солнце с женихом. И его бег также торжествен и смел и силен. Псалом 18. По всей земле проходит звук их, и до предела вселенных слова их. Он поставил в них жилище солнцу, и оно выходит, как жених из брачного чертога своего. Радуется, как исполин, пробежать поприще. От края небес исход его, и шествия его до края их. И ничто не укрыто теплоты его. Какой же это жених? Сейчас есть неравные браки. То за деньги, то по другим неблаговидным причинам сходятся. Писали недавно, что 18-летний парень и 88-летняя старуха в ЗАГС пришли. И это иначе как сделки не озовешь. Речь идет часто о квартирах, чтобы подписали. Раньше же существовал на Востоке обычай, что жених должен показать свою мужскую дееспособность. К примеру, пробежать за столько-то 3 километра. Дурное потомство плодить не следует. Иди отдыхай один на своем матрасе. А иначе так и будет ребенок в поликлинике сдыхать. Жених должен быть спортивного вида. В Англии нет Кремля. Там за их деятелями реминиционная машина не ездит. А служащие дворца должны все пробежать определенное поприще. И чтобы было видно, что это работник, а не просто способен лишь у кассы расписываться и рассказывать по босенке весь день. Если не может бежать, значит заявление по собственному желанию на пенсию. Пишут, когда возили на соседание пленума Верховного Совета СССР Ворошилова, то всегда сзади шла бригада реанимации. Если этим Брежневым и Косыгинам дать возможность бежать, то они как Дэн Сяопин на месте потопчутся и лягут вдоль Кремлевского забора. Нами руководить лежа. То есть, Дэн Сяопин показывает, что там девушка стоит, а вот так вот ноги. Вот так вот. Он талант, но силы-то никакой нет. Ну, что сказать-то. Я вот иду, я чувствую, что не тот я. На лес несу лажу каждый день, думаю, шлепнусь опять оттуда. Жених иногда сражается за обладание невестой. Одиссея о том напоминает. Витязь ли в тигровой шкуре? Везде то же самое. Так и солнце наше родное бежит, как легконогий жених. Подобный случай описывает Иоанн Златоуст, когда жених принимал парад колесниц на стадионе. И вдруг одна колесница помчалась прямо на него и шибла. И железное колесо прошлось по его шею, и голова жениха откатилась к трибунам. Златоуст был против скачек на ипподромах, и сразу воспользовался одним случаем. Чтобы сказать, что если бы жених был дома, то этого бы не случилось никогда на ум. Ну, как такое будет на патриарших прудах? Валан-то говорит. Ну, и что там, Берлиоз-то попал? И вот здесь как-то была авария. Я смотрел здесь. И вот ударился с такой силой, что окно пробил, а капот поднялось. И голова попала сюда, и сразу срезала, и на остановку одна голова прикатилась. С такой силой. Князья твои, как саранча, и военачальники твои, как рои мошек, которые во время холода гнездятся в щелях стен, и когда взойдет солнце, то разлетаются, и не узнаешь места, где они были. Что послужило главным катализатором крушения империи сатанизма, Советского Союза? Ответ ныне один. Гласность и Солженицын. Хотя фамилия как бы из-за лжи состоит. Как она ему такая досталась? Ну, люди поверили ему. А потом, когда умер, говорит Солженицын. О, это как солнце и пшеница. А тут одно слово Солженицын, а слово солгать. Когда солнце гласности взошло, то коммунисты разлетелись, как мошкара с новозной кучей. Эпоха мракобедствов уходит. Когда подняли архивы, то сколько расстрелянных, сколько невинно раскулаченных, сколько просто исчезли безвестно. И безвинно репрессированные, безвинных нет. Но здесь вина на людях была ложная. Не за их конкретные дела. Ленин искусственно создал голод по Волжье. Три с половиной миллиона людей погибло. Пшеницу всю выгребали и гноили на вокзалах, буртах. Люди грызли косяки и мерли, как мухи, осенью. Истребили казачество, дворянство, священство. И все по указке этого лысого пигмея в мавзолее. Когда Христос был на земле во плоти, то к нему нанесли всех больных. Но почему-то не утром, как везде принято, а с вечера от Марка. При наступлении же вечера, когда заходило солнце, приносили к нему всех больных и бесноватых. Правда и ясность дела сравнивается с ясностью солнца. С прозрачностью доходов, когда человек может вдруг все потерять. Атыакова. Восходит солнце, настаёт зной, и зной мысушает траву. Свет её отпадает, исчезает красота вида её. Так увядает и богатый в путях своих. Приноравливаясь к еврейскому счёту времени, апостол Павел наставляет каждого из нас подбивать итоги дня к заходу солнца, чтобы войти в ночь уже примирёнными. Ефесянам. Духовный горизонт там, где нет Духа Святого. Откровение. Она творила кладезь бездны, и вышел дым из кладезя, как дым из большой печи, и помрачилось солнце и воздуха дыма из кладезя. Церковь имеет учение Христово и одета в него. Откровение. И явилось на небе великое знамение, жена, обречённая в солнце, под ногами её луна, и на главе венец из двенадцати звёзд. О главном нашем празднике было предназнамение в Ветхом Завете, второзаконие. Но только на том месте, который изберёт Господь, Бог твой, чтобы пребывало там имя Его, заколай Пасху вечером при захождении солнца, в то самое время, в которое ты вышел из Египта. У нас это показывается в субботу вечером, когда читается уже молитва и Евангелие следующего воскресного дня, то есть проповедуется начало нового дня. Сегодня мы решаем все свои неурядицы до захождения солнца, но оказывается, что утишить гнев рекомендовалось задолго до слов Павла Иисус Навин. «При захождении солнца приказал Иисус, и сняли их с дерев, и бросили их в пещеру, в которой они скрывались, и привалили большие камни к отверстию пещеры, которые там даже до сего дня. Так же поступали и римляне, приходя к повешенным и перебивая их голени, чтобы и они могли до захождения солнца уже умереть». Иоанна. «Итак пришли воины, и у первого перебили голени, и у другого распятого с ним». От Луки. «День-то был пятница, и наступала суббота. Этот закон определения судебных решений до захождения солнца действовал и в империи язычников». Даниил. «Сарь, услышав это, сильно опечалился и положил в сердце своем спасти Даниила. И даже до захождения солнца усиленно старался избавить его». Вот небольшой намек, что Америка будет христианской страной. Захария. «Так говорит Господь Саваоф. «Вот, я спасу народ мой из страны Востока и из страны захождения солнца». Захождение – это Америка. «Перед концом мира Господь все народы погонит свои страны. И еврейские дети побегут к Израилю и из Японии, страны восходящего солнца, и из Америки запада». Иеремея 16, 6. «Вот, я пошлю множество в рыболовов, говорит Господь, и будут ловить их. А потом пошлю множество охотников, и они погонят их со всякой горы и со всякого холма, и из ущелья скал Исаия. «Тогда каждый, как преследуемая серна и как покинутые овцы, обратится к народу своему, и каждый побежит в свою землю». «Видишь, какие пророчества. Так что надо быть здесь. Ты, если думаешь, в Украину возвращайся, так давай собирайся, а то бежать-то многие будут, затопшут тебя». «Еще Япония может к Богу обратиться» в Солом 49. «Бог богов Господь возглаголил и призывает землю от восхода солнца до запада. Кто хочет выжить по теряевке, читайте, не имею». «Когда услышали неприятели наши, что нам известно намерение их, тогда разорил Бог замысел их, и все мы возвратились к стене». Ну дальше, вот прочитайте вот это, потому что много, смотрите. Прочитайте, я продвину дальше. Ну как они преследовались врагами, и как работали мастеров, а в другом винтовка была. «Вся глава про нас и должна служить примером и воодушевляющим побуждением к созиданию и мужеству. И начиналось у евреев точно так же с происка врагов. Такие же Мануйловы и Гладышевы там восставали, и Назаровы рвали из-под них землю, не имея. «Когда услышал Сан-Малат, что мы строим стену, он рассвердился и много досадовал, и издевался над иудеями». Так, смотри, вот прочитайте это, что тут написано, я промахну дальше. Не в девять часов нужно вставать, а от восхода зари до появления звезд, работать и работать. А здесь одну коровенку не успевают до восьми утра подоить. Пинком ее со двора толкнут, и она рет возле лагеря, и ищет гурт общий. Только их захочется. Что же вы делали бы в обществе святого Израиля? А варьё и зверьё днём прячутся. Восходит солнце, и они собираются и ложатся в свои лаговища. Слово Божие, и совесть, и разум есть солнце, свет, освещающий жизнь. У безбожников ничего этого нет. Они за стол садятся в гайдуки, и ни разу улыба не перекрестят. Премудрость. Итак, мы заблудились от пути истины, и свет правды не светил нам, и солнце не озаряло нас. Они сами подведут итоги, что вся жизнь их прошла во тьме. У нас храм по Терявке назван в честь святого мученика, епископа Анфимы Некомедийского. Может быть, никто никогда не называл храмы в честь его. У нас престольный праздник всегда 16 сентября, по новому стилю. И в этот день мы не работать, не льгота, разрешается рыба, если это будет в пятницу или в среду. И это может быть на всей земле только у нас разрешение такое. Этому святому всю жизнь светило солнце правды Христовой, и оно досталось немного из него и нам. Привычайтесь во всем подражать святому сему и выгадывайте свободные минуты, которые лучше всего найти свободным утром до восхода солнца. Премудрость. Будете все время ссылаться на вечерние дойки коров и на что угодно. У соседа моего одна коровенка и самое бедное житие, и потом он будет гнить и злиться на всех. Прихожу в 9 часов, а ребятишки спят. Лагерь же наш в 5 утра уже на ногах. Должно предупреждать солнце благодарением тебе. Это повеление не дается. Не ссылайся, что ты больной и не можешь. Встань и возблагодари Бога, и будет здоровья больше, и улыбка озарит твое сердце. Вечности будет у каждого только то, что он здесь успел подгрести к небу. Для неверующих даются простые для их восприятия примеры, что Бог все видит и все знает. И не знает он того, что очи Господа в 10 тысяч крат светлее солнца. Жила такая Федора в Царьграде. Видимо, была красивая, и к ней постоянно приставал безбожник. И чтобы она не ссылалась на Бога, он убедил ее, что Бог в темноте не видит. И она согласилась с этим, а потом раскаялась и обратилась к Богу. Пророки часто пишут о каких-то знамениях, какие будут перед концом или перед бедствиями, связанными с Солнцем. Третьи ездры. А если Всевышний даст тебе дожить, то увидишь, что после третьей трубы внезапно воссияет среди ночи Солнце и Луна трижды в день. Первый взрыв атомной бомбы в Неваде воссиял в ночи, как второе Солнце, Сирахов. Солнце, когда оно является, возвещает о них при восходе чудное создание дела Всевышнего. Когда были гонения на верующих, то открыто нельзя было делать и доброе дело, и тут уж Солнце им мешало, поэтому ждали, когда оно закатится за горизонт. Книга Товита. Тогда я прежде, нежели стал есть, поспешно выйдя, убрал его в одно жилье, до захождения Солнца. Покойника. И я плакал. Когда уже зашло Солнце, я пошел и, выкопав могилу, похоронил его. Солнце – чудное создание Божие. Как оно точно катится на Запад, так и нам нужно точно знать свою цель. В словом 103. Он сотворил Луну для указания времен. Солнце знает свой Запад. У греков Солнце называлось Феб, а лучи этого кавычка божества – это его кудри. С утра злота кудри выезжает на колеснице и по небу скачет. О нем и Пушкин в стихах пишет не раз. Все, что связано с тенью, с Арктикой, с пустынями, с радиацией солнечной – все это связано с Солнцем. Вот лежит обыкновенная полена. Но положил эту холодную деревяшку в огонь, и столько от него тепла. Откуда оно в дереве? Говорят, что это дерево, когда росло, то аккумулировало солнечную энергию. Когда лучи обогревали это дерево, и вот теперь оно и отдает это солнечное тепло нам. И в каменном угле это же самое тепло, но только более компактно сжатое. Говорят, что и нефть – это из трупов животных и людей, и та же самая энергия. Есть песня такая, которую нужно напевать, когда увидишь, что немного уже остается временем жизни в запасе. Стой, солнце, стой, к закату не стремись. Мой путь далек, и страшен призрак ночи. Стой, солнце, стой, и к полудню возвратись. И к полудню возвратись. Да видят свет утомленные очи. Пускай еще продлится ясный день, и гонит прочь тревожные мысли тень. Это речь о нашей жизни, о той темноте, какая вымет каждого при смерти. Когда патриарх Тихон умирал, то последние его слова были «Ночь». Долго будет? Долго. Люди мечтают о счастливой и безбедной жизни, и желают построить город солнца. О том писали Чернышевский, Моор, Кампанелло. Библия тоже упоминает, но раньше, на тысячи лет, Исайя. Один назовется городом солнца. Есть Солнечный Горск под Москвой. Сейчас судят преступников где-то по подвалам, и никто не знает, как и где их на закон оказывают. В Китае казнят публично. Так было и в Израиле числа. И сказал Господь Моисею, «Возьми всех начальников народа и повесь их, Господу, перед солнцем, и отвратиться от Израиля ярость гнева Господня». Перед солнцем. Значит, видим открыто. Соломон только в книге «Экклесиаст» пользуется словом солнца 32 раза. Когда вот так вешали преступников, то люди показывали на них детям и говорили, «Вот это первый секретарь, а вот этот был по налоговой службе Хапуга. Вот этот же по продаже и обмену квартир. И скольких они по миру пустили. Немцы тоже в войну вешали партизан на обозрение. Так же было и при царях на лобном месте. Так же казнили во всех европейских странах. «Ты, солнце святое, гори! Как эта лопада бледнеет пред ясным восходом зари. Так ложная мудрость мерцает и тлеет. Пред солнцем бессмертным ума, да здравствует солнце, да скроется тьма». Александр Сергеевич Пушкин. «Не спи, когда солнце уже выше крыши». Есть календари, лунные, солнечные, даже часы, которые по солнцу определяют время. Радуга – это преломление в воде солнечных лучей. Спектр из семи цветов. Солнцем пользуются и при раздаче фамилий. Солнцев Ваня Укатаева, сын и полка. Александру Мению дали друзья его псевдоним Эммануил Светов. И так подписывали его книги. У нас День Господний называется воскресеньем. А в других языках это или День Солнца называется, или День Господа. Есть растение подсолнечное, которое головку свою за солнцем поворачивает. Иоанн Тобольский назвал свой труд именем этого подсолнечника, или тропион. То есть мы все время должны следить, поворачивать свою голову, слышать, что говорит Господь, куда Он нас зовет. Все время нужно работать. И что? Ибо что было в прошлом году, то уже мы давно проели. И надо снова вести накопление. Так и в духовном. Но если ты дома не читаешь, сюда не приходишь, ни слова не записываешь. И чем это все кончается? Так Слава Старков поступал. Он на занятиях даже в университете рисовал или баловался. И чем это все кончается? Никого ты не обманешь. Что посеешь, там и будешь тем кормиться. Божественное, святое, оно в трудный день поможет тебе устоять. Сегодня еще не так больно где-то в теле. Но вот первое же исследование показало злокачественную опухоль. Как меняется теперь отношение к медицине? Как начинаем разные книжонки почитывать о таких болячках? Или человек вдруг близкий умирает? Как мы понимаем, что не ценили его? Как бы надо было быть ближе? И занятиями так же будет. И очень даже может быть скоро. Поищите, поищите, да не получите. Амос. И будут ходить от моря до моря, и скитаться от севера к востоку, ища Слово Господне, и не найдут его. Когда ты во свете Божием, то хотя и тяжело, но у тебя и будет надежда. Ты меня, Господи, насадил в этом мире, а теперь вырываешь. Значит, так тебе нужно. Аллилуйя. А когда нет веры, то часто и руки на себя накладывают. Фадеев, Маяковский, Есенин и другие разобрались ли в жизни, если похитили сами себя при жизни. Человек теряет страх Божий, и тогда у него все катится бесконтрольно. Читал про одну даму, как она все время ревновала мужа и находила обвинение против него. То волосинку найдет, то записку какую-то. Но вот и волосинки нет на его костюме. Паразит. Влюбился в лысую. Теперь мужа нет. Она в дурном 50-й год. И разговаривает на два голоса. Из-за воображаемого мужа и за себя. И обвиняет его, и обвиняет. Для нее свет разума погас. И солнцу любви давно закатилось. Все, больше ничего нету. А то пленка окончалась, он переворачивал, и все. Ну, тема уже обрисована, понятно. Ну, много узнал. Да. Ну, много узнал.